Здравствуйте! Сейчас третья декада марта и самое время сеять базилик. Если кто не знает, что такое базилик, это пряное растение, которое широко используется в кулинарии, в салаты, к мясным блюдам. Сеять я буду свои семена. Собирала их три года назад из соцветий, вот такие они, уже немножечко я провеяла, здесь очень много семян. Если вы один раз посеете базилик, потом можете собирать свои семена, это уже будет гарантировано, что они у вас взойдут. Свои семена я хранила в неотапливаемой кладовке на полке в трехлитровой банке, накрытой полиэтиленовой крышкой, чтобы ненароком не забрались сюда мышки и не попортились семена. Вот температура в кладовке примерно 10 градусов тепла. Свои семена я проверила на схожесть, вот как они дружно взошли и буквально на четвертый день. И вот посмотрите, какие корни у базилика. Вот растенница еще маленькая, только появилась, а вот какой длинный-длинный корень. Вот смотрите, уже почти до самого донышка стаканчика доходит. Сегодня я буду высаживать в один стаканчик по три семени, чтобы не травмируя растения с комом земли высадить его на постоянное место. Для базилика почва должна быть воздухопроницаемой, поэтому я ее составила из торфосмеси и огородной земли. Две части торфосмеси и одна часть огородной земли. Можно и песочек добавлять сюда, если земля тяжелая, чтобы ее разрыхлить. Обязательно просеяла, чтобы не было никаких комочков, чтобы хорошо корешкам было развиваться, чтобы они не натыкались на какие-то уплотнения. Так, теперь нужно этот грунт пролить. В стаканчиках должны быть обязательно дренажные отверстия, чтобы водичка лишняя стекала. И сейчас я пролью раствором марганцово-кислого калия. Вот так он выглядит. Проливаем не только сверху, но чтобы водичка вся прошла до самого донышка, чтобы хорошо грунт у нас промок. Грунт я хорошо пролила, лишняя водичка сбежала, теперь можно сеять семена. Беру шпажку и намачиваю, хорошо семя прилипает и раскладываю. Я раскладываю прям сверху, не заглубляю. Сверху слегка притрушиваю грунтом. У базилика есть также народные названия. Это ориган, рейхан, душистый василюк. А в Европу попало это растение в 16 веке и завоевала популярность в кулинарии. Сверху слегка брызгаю теплой водичкой. Теперь стаканчики вместе с поддоном я помещаю в пакет и создаю парниковый эффект. Здесь завязываю и ставлю в теплое место, чтобы наши семена быстрее проросли. Когда появятся росточки, нужно будет поставить стаканчики в хорошо освещенное место, чтобы ростки не вытягивались. И когда появятся два настоящих уже листочка, можно будет оставить по одному растению в стаканчике. Тогда для каждого растения будет больше площадь питания и растение будет лучше развиваться, будет крепче. Когда погодные условия позволят, можно будет высаживать в теплицу. А когда земля прогреется до 15 градусов и в открытый грунт. На случай весенних заморозков можно поставить дуги, накрыть агроволокном или пленкой, периодически проветривать и следить за влажностью грунта. Так как растение базилик теплолюбивое, высаживайте на хорошо освещенном месте и без сквозняка. Желаю вам вырастить хорошую рассаду этого замечательного растения. А сегодня все, с вами была Татьяна, до свидания, до следующих встреч!